В этой магистральной тепловой сети на улице Автогенной в Октябрьском районе города уложены трубы диаметром в 1000 мм, которые для надежной эксплуатации уже никак не годятся. Планируется их поменять на протяжении 105 метров. Всегда актуальный вопрос организации дорожного движения в этом месте удалось решить благоприятным для автомобилистов. Проезд здесь останется свободным. Следующий сопряженный с этим участком, здесь 100 метров, отремонтируем, перейдем опять на Богатково. На Богатково опять придется, как в прошлом году, останавливать движение. Конечно, для города это серьезное очень испытание, но зато по результатам работы это, конечно, увеличивает значительно надежность работы системы теплоснабжения в зимний период. Исходя из планов коммунальщиков, можно предположить, что с разрытиями на проезжих частях в Новосибирске придется столкнуться во всех районах города. Это, конечно, привнесет некоторые неудобства, но ведь и тепло всем хочется получать в своих квартирах без каких-либо перебоев и аварийных ситуаций. А для этого необходимо менять старые трубы на новые. В этом году в разы объемы работ, ремонтных работ, они увеличены по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году 2,5 километра вместе с СГК отремонтировали вот таких вот сетей, 700-1000 в диаметре миллиметра, то в этом году больше 20 километров. Районная администрация, отметил глава города Анатолий Локоть, будут обязаны проследить, чтобы коммунальщики вернули внешний вид той территории, которую раскопали, и качественно ее благоустроили. Это задача районной администрации непосредственно отконтролировать, чтобы все было выполнено в соответствии. В том числе не оставалось смета, пыли, чтобы работы завершились надлежащего качества. Что ж, если будет налажен такой контроль со стороны муниципалитета, а компания СГК не будет затягивать с завершением ремонтных работ, то, возможно, и жители Новосибирска не так сильно затронет масштабное, но так необходимое перевооружение тепловых сетей. Субтитры создавал DimaTorzok